В верхних серьгах, которые пока не определились, чем они являются городом или поселком и называются городским поселением, официально и торжественно, с участием большого десанта высоких гостей, были запущены в эксплуатацию новые очистные сооружения, а также новая газовая котельная для обеспечения теплом производственных помещений этих самых очистных сооружений. Новые мощности одним кликом мышки запустил губернатор Евгений Куйвышев. Позвольте станцию ввести в работу. Я думаю, губернатор справится. Помимо главы региона, в церемонии открытия очистных участвовали уральский полпред президента Владимир Якушев и дорогой московский гость, председатель попечительского совета фонда развития территорий Сергей Степашин. Строительство новых очистных в Верхней Серегах началось в 2020 году и обошлось в 348 миллионов рублей. 60% денег выделил фонд содействия реформированию ЖКХ, 30% областная казна, ну и 10% выдал местный бюджет. Что касается тактико-технических характеристик, то новые очистные сооружения будут очищать 3000 кубометров сточных вод в сутки. То есть река Серга, в которую стекают эти самые источные воды, станет чище, чем при старых очистных. Потому что на новом объекте применена современная технология очистки на основе биореактора. А это, читай, несколько этапов фильтрации. Тут и традиционная биологическая и очистка стоков через специальные мембраны, благодаря чему удаляются все примеси и вредные вещества. То есть теперь бытовые и промышленные стоки соответствуют всем санитарным и экологическим требованиям. Они полностью перекрыты, запаха нет. Запаха точно нет. Дровой пахнет. И визуально тоже, на мой взгляд, неплохо. У меня симпатично, что там современно все. Все очень самым позитивным образом повлияет на экологию. Вы в курсе, что в Каспийское море то Серга впадает? Да, конечно. Поэтому там будет чистая вода, чистая рыба. Я хочу поблагодарить правительство Свердловской области, фонд развития территорий, то, что в такой совместной работе, при совместном финансировании Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, федеральное, принимало в этом тоже активное участие. И вот такая совместная работа привела к такому прекрасному результату. Поэтому хочу всех поздравить с сегодняшним таким прекрасным днем, с новосельем, всем успехом. Глава государства в прошлом году еще приняло решение о том, что кроме проблем, связанных с аварийным жильем, переселения граждан, целым строительством, нужно заниматься и модернизацией жилищно-коммунального хозяйства. Потому что большая часть сетей у нас, к сожалению, в стране устарела. Она еще с советского времени. Ну и что касается и водоотведения, и очистных сооружений, это тоже огромная проблема. Не только для Урала, не только для Свердловской области, но в целом для России. И я рад, что здесь, в общем-то, в небольшом населенном пункте, в городском поселении, который со временем пережил и пожары, как вы знаете, вот построено это современное здание, это современное предприятие, по сути дела, можно его так назвать. И действительно это для людей. Чтобы люди жили в хороших условиях, чтобы не только хорошая погода радовала их, но и наконец-то могли почувствовать себя в 21 веке в современной стране. И что еще хотел сказать, несмотря на сложные условия, несмотря на санкции, которые сейчас окружают нашу страну, несмотря на специальную операцию, которая проходит сейчас на Украине, проблемы, связанные со строительством, с модернизацией жилищно-коммунального хозяйства, с повестки дня не снимается. И те средства, которые выделяются президентом, будут освоены. Я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто приложил руку к реализации этого проекта. Конечно, это Фонд развития территории, это Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Сергея Вадимовича Степашина. Очень внимательно и чутко он относится к таким, казалось бы, в масштабах страны не очень большой проект. Но для нас, для жителей Урала, для жителей маленьких населенных пунктов, это очень серьезное, важное и нужное дело. И это говорит о том, что те задачи, которые сегодня стоят перед нами, день за днем, шаг за шагом улучшать качество жизни людей, эти задачи выполнялись, выполняются и будут выполняться. Я от всей души говорю вам всем спасибо, поздравляю всех нас с этим знаменательным событием, успехов, всего самого доброго вам. Спасибо. На этом позитиве можно было бы и завершить репортаж, но на открытии очистных было много местных жителей, и среди них губернатор запеленговал, прикиньте, тимуровцев. Да-да, ну как тех самых из книжки Аркадия Гайдара, только реальных. Работаете? Да-да. Что сейчас делаете? У нас тут тимуровское движение, мы помогаем бабушкам, которые не могут справиться сами. Да? Молодцы. Здесь мы тоже помогали. Помогали? Да. Первое место мы в Казани, как трудовой отряд, и уехали отдыхать на юг. Ух, путевку выгорали. Уже приехали? Да. А где отдыхали? В Анапе. Ну и как? Хорошо, понравилось. Понравилось? Ну что, я вас хочу поблагодарить за очень важную и нужную работу, которую вы делаете. Я обязательно потом, мол, в голову спрошу, как обстоят дела у вас, и по итогам года лучше обязательно наградим. Спасибо большое. Успехов вам. Спасибо. Спасибо большое.